С днём августа! Евангелы, дорогие именинники, та недобрая слава, которой окружили себя гонители христиан в первые века существования веры нашей в Римской империи, та злая слава, которая сопутствует имени Нерона, к примеру, или Диоклетиана, нашла себе достойных в кавычках преемников и в других странах. Можно перечислить многие имена гонителей в нашей с вами стране в те годы, когда церковь претерпевала гонения. А вот в Персии такой недоброй славой окружено имя царя Саппора. Этот человек был, по сути, персидским диоклетианом. При нём более всего гнали христиан, находили их, преследовали и подвергали гонениям. Сегодня мы расскажем, вспомним благоговейно, вспомним с любовью и радостью нескольких людей, пострадавших, кровью проливших за Христа в царствование императора Саппора в Персии. Это были царедворцы, придворные царя Акиндин, Пегасий и Анимпадист. Этих людей узнали о них, выведали, что они христиане и призывали к ответу за свою веру, призывая от неё отречься. Тогдашние персы ещё не были мусульмане. Это были зороастрийцы, огнепоклонники. И они требовали от людей, от своих подданных, почитания, воздавания божественной почести веществу огня. Отчего, конечно же, отказывались люди, верующие в единого Бога, отказывавшиеся воздавать божеские почести в воде, солнце, луне или любому другому божественному творению. Акиндин, Апегасий, Анимпадисты долго били. Били так долго, что сам царь утомился смотреть на их страдания. После этого их повесили над костром, для того, чтобы дымом костра уморить их. Однако пролился дождь внезапно обильный, и костёр погас. Сапор приписал появление дождя внезапное, колдовству и волшебству, и спросил, какой силой вы это сделали. Они отвечали, что это вместо них сделал Господь, их за имя которого не терпят. Тогда Сапор стал хулить имя Божие, на что один из мучеников сказал, да умолкнут уста твои. И слово его стало делом. Царь умолк, а не мел. Он как безумный стал рвать на себе волосы, раздирать одежду, и ничем не мог себе помочь. Покуда один из святых не помолился Богу, и опять разрешились уста гонителя царя. Такие издевательства продолжались долго. Наконец, люди стали, видя страдания этих праведников, в сердце склоняться к принятию христианской веры. Это испугало царя, и он объявил, что завтра эти мученики будут казнены, а христиане, которые еще здесь остались, где-то тайные, могут забрать их тела. Благодаря этому 700 человек, тайных христиан, стали явными. Они пошли за этой процессией, которая вела мучеников на страдания, чтобы забрать их тела. Всех этих людей Сапор велел казнить. Таким образом, к Акиндину, Пегасеу и Немпадисту присоединилось еще 700 душ, которые они за собой, как вожди, перевели в Царствие Небесное. Такие подобные страдания терзали различные страны в разное время, и всегда злоба гонителей сталкивалась с непобедимой кротостью и одновременно мужеством исповедников имени Господа Иисуса Христа. Имена довольно редкие, и мы сегодня поздравляем их носителей с Днем Ангела в тайной надежде, что есть такие среди народа нашего. А если не найдутся такие ни в монашестве, ни в миру, то мы все же поздравляем носящих эти имена, твердо зная, что хоть одна душа на свете найдется, которая носит это имя. Вот к нему сегодня пусть и придет наше поздравление. Кроме Акиндина, Пегасеа, Немпадисту, Педифора, сегодня День Ангела празднует Маркиан. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.